мужики всем привет в общем наверно буду делать из вот таких вот труб это трубы 5 миллиметров 100 на место тех швелеров которые были 240 они вышина у них у даже по край колеса если на ребро ставить но посадка получается сидение но слишком высоко хоть она и скрывает все вот эти коробки там можно спрятать в раму да ну слишком высокая получается центр тяжести на трубах во первых пониже от земли до сюда сейчас померяем это примерно примерно вот 40 сантиметров получается плюс минус 41 вот удобно что становиться будет на площадку заходить здесь между ногами сильно дюжа мешаться не будет разберемся как тут все закрыть это уже другой вопрос но редуктор смещать по любому по одну сторону придется то есть один чулок делать короче другой длиннее потому что коробка выходит вот сюда под один край мне нужно ее на центр сместить но есть вариант оставить вот так вот все как есть а коробку чуть-чуть выдвинуть вперед и поднять ее на тот уровень который мне нужно а здесь уже кинуть либо шрусами соединить либо карданом вот это вот соединение сделать то есть вот так чуть-чуть по диагонали что мне это даст мне это даст установить если коробка приподнимется установить балку под коробкой то есть вот он выход на кардан и балку где-то сделать под коробкой что значительно сократит саму базу вот как-то так как раз вот сидушечка вот она рулёшечка кулису мы дублируем куда-нибудь под один край это уже вопрос 10 главное все это дело скомпоновать как-то так наверное скорее всего все таки ему сделаем сейчас ширина метр колес колья 82 но скорее всего я сделаю как как и писал да как и считал сделаю колея 94 будет выкинуть 38 сантиметров каким образом с одной стороны отрезаю по над этим ухом укорачиваю 12 сантиметров а по над этим вот отрезаю вот здесь вот не помню а 24 сантиметра вы выкидываю вот как раз 38 сантиметров выходит и редуктор смещается уже автоматом под одну сторону ну разные будут полуоси ничего страшного сделать я сделаю тем самым раздатка станет более-менее ровно более-менее возможно станет коробка но все равно ее надо будет приподнимать и наверное отпускать карданом отдельным не напрямую вот так чтобы у меня все таки же повторюсь балка стала не да не да не дальше чем вот эти все вещи а вот где-то здесь ну передний мост имею передний мост в общем не знаю ну скорее всего на этих трубах это точно потому что мне нравится центр тяжести низенький и посадка будет не такая высокая чуть пониже ближе к земле вот как то так мост все таки наверно сделаю шире так мужики ну один мост раз раз раскроил будем так говорить вот со смещением под одну сторону в общем здесь вырезал 24 сантиметра здесь вырезал 12 короче щита вот меня еще тот оказывается не 38 а 36 минусом идет вот то есть будет 96 колея по идее но это с барабанами 96 скорее всего буду делать без барабанов барабаны ставить не буду буду ставить тормозной диск оковский чтобы на все четыре колеса так как передок будет тоже ведущий и чтобы он тормозил буду делать как на переломке через кардан тормоза в общем барабаны ставить не будут эти гола буду ставить тоже не буду вот как раз таки толщина барабанов например на и выйдет на 95 94 вот на этот размер но это не суть важно главное что было удобно размечать смещать все остальное это уже ерунда выбил заднюю стенку на всякий случай вы выровнял вот это ребро вдруг редуктор придется переворачивать либо так либо так в общем это все дело по месту вот станочек точнее тисочки очень удобные мост зажал сейчас по оси достаю достаю редуктор опять все это дело обрезаю значит второй мост решил то сразу раз 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 разобрать да хочу вот эти два флянца круглых пустить назад это задний мост будет смещенный вот эти круглые пустить назад они вроде как большие а вот эти маленькие вот это вот этот взять наперед возможно буду варивать чтобы они одинаковые были с двух сторон я думаю так будет лучше вот такая вот штукенция получается ну не знаю как еще будет ну пускай будет лучше вот так может даже они не понадобятся в общем назад кидаю вот эти кругляковские а там уже будет видно тем более передний мост он есть передний мост потому что будет обрезаться как-то они там будут на виду и чтобы они не были такими громоздкими все-таки разница есть во флянцах что лучше будут вот такие вот как то так поэтому сваривать скорее всего буду завтра сейчас вырезаю разбираю опять же что разделываю вот вот лишних вот этих всех вещей а там уже буду обрезать так как мне надо на передний ведущий мост когда уже будет готовая рама потому что я не знаю нужно будет смещать редуктор не нужно будет и поставить его по центру то есть по месту пока мне нужен только вот этот флянец вот поэтому только и разбираю так достал полуоси и самое интересное вот это полуось согнутая я даже визуально вижу но так вот саблей стоит а все почему скорее всего оторвалось колесо и чувак тупо пропахал по асфальту я не знаю как то как то его согнуло эту полуось я даже визуально смотрю капец просто капец она такая полуось но бывает бывает ну чем все равно ее обрезать центровать по-своему буду никуда она от меня не денется ну судя по всему что-то происходило потому что просто так вот эта вещь и не происходит так снял редуктор редуктор шестерочный конечно масло даже с него не сливал вот вот сколько масла здесь было но если это назвать можно маслом в общем жижечки ровно ровно 1 на пол на пол ногтя вот редуктор шестерочный действительно зубы что на сателлитах что у нас здесь вроде везде целые здесь вроде работала по всей поверхности то есть отличный шестерочный редуктор блин мужики был а гайковерт выручил все болты были на фиксаторе резьбы прям с трудом он их отбивал но отбил и то это был слабенький режим так сказать первое или какая-то первая передача до в отбил а так бы об задолбался фиксатор резьбы выкручивать вручную вообще капец да точно полуось кривая потому что волок стоит вот это штукенция понятное дело вот мосту здесь ровненько по центру а здесь прям вот видно что она выгнута еще яйцом знаю камера конечно не передает но бывает и такое говница конечно здесь какого-то непонятного за мусора конечно здесь капец да действительно вот мелом по шву черканул чтобы было видно действительно есть прогиб моста понятно дело что это вверх вот это низ также здесь стоят пружины да и вот по отношению к редуктору вот так вот птичкой то есть колеса ушли в эту сторону вверх но соответственно редуктор ушел чуть ниже вот даже вот так вот если посмотреть но возможно камера не передает но визуально визуально тут халин прогиб конкретный вот действительно либо это было от падения потому что вот я показывал да что стерлась вот это железяка где она стояла стояла она у нас вот с этой стороны вот квадрат квадрату вот от падения возможно упала заискрило скорее всего я что-то думаю что оторвалось колесо на этом мосту вот другого варианта быть не может и был удар был удар и произошел прогиб прогиб чулка ничего это абсолютно не страшно так как он будет обрезаться на пвм там он будет настраиваться по своему роли никакой для меня это не сыграет бывает такое мужики бывает вот так что как-то так обращайте внимание еще и на вот эти вещи правильно сиро говорит сиро спасибо за консультацию спасибо